Меня зовут Светлана Дзюба, я художник по костюмам Государственного Академического Кубанского Казачьего Хора. Хочется сказать вступительное такое небольшое слово по поводу связи музыкального ряда и визуального ряда. Как в музыке программа Кубанского Казачьего Хора, так и в костюмах прослеживаются исторические корни в их развитии. То есть у нас в репертуаре хора есть стародавние песни, авторские обработки, авторские песни. Также в костюмах мы прослеживаем от самых древних видов до, скажем, не современных, а начала где-то 20-го века. Все это у нас представлено в парах, в группах, то есть мужской костюм, женский костюм, архистровый костюм. И сегодня я вам начну рассказ с украинского костюма, так как переселенцы на Кубань, естественно, везли с собой вещи. Они уже приехали в одежде, в той, в которой ходили на Украину. Этот костюм состоит из нешитой панюры, фар, призапаска, кельсетка, ну и сорочка. Здесь у нас растительный орнамент, который больше, конечно, присущ кубанской вышивке. На Украине была счетная геометрия. И если взять орнамент и посмотреть внимательно на все наши сорочки, чувствуется связь не только с Украиной, но и с Киевской Руси. Потому что очень много солярных знаков, цветовая гамма, красная, черная. И вышивка являлась неким документом. По ручникам, по сорочкам можно было понять, какого возраста человек, какого достатка, даже семейное положение, сколько детей. Особенно это выразилось в ручниках. Ну, это костюм молодой девушки. Тут у нас розы. Сам цвет кельсетки, авый, говорит о возрасте. То есть это молодая или замужняя, или замужняя молодая женщина. Потому что чем старше женщина, тем более спокойнее у нее костюм. То есть вот таких ярких рассветок в возрасте в костюмах не употребляли. Также фартуки, они наборные были. Не выбрасывался ни один кусочек, ни тесьмы, ни ткани. Все это складывалось в сундук, хранилось многими десятилетиями. И если, допустим, хозяйка себе шила фартук из цельного куска ткани, то она считалась плохой, как хозяйка. То есть обязательно что-то из старины должно было быть вставлено, скорнено. И за этим очень следили. Нагрудное грошение, бусы, является очень важной частью всего комплекса костюма. Для любой женщины, для любой девушки. Бусы могут также многое рассказать о хозяйке, о ее материальном положении. Замужем она, не замужем. Вот эти катрианные бусы, это замужняя женщина. Здесь очень много оттенков, цветов. И у девушки они были немного скромнее. Понятие домострой, это было очень важно. Как люди жили, где люди жили, ну это же геополитика. Исторические связи с народами, которые рядом. Перейдем к мужскому костюму. Этот костюм чем интересен? Ну, во-первых, он был шит в 1911 году. Для музыкантской группы мальчиков и юношей. Помните, этого костюма уходят далеко, наверное, даже до 16 век. То есть это такой средневековый костюм, который состоит из жупана и кафтана. С разрезными рукавами. Естественно, ткань была очень прочная, очень красивая. И синий цвет считался богатым цветом. Это очень дорогой краситель был. Сейчас мы используем тесьму под золото, кисти под золото. Но в то время это все плелось золотой нитью. И качество, конечно, было изумительное. Кушак. Обязательный элемент такого костюма. И папака со шилыком. Шилык к нам пришел из Турции. Из турецкого костюма. Защищал шею от ударов. Мы еще будем сталкиваться в других костюмах с такими же элементами. Ну, естественно, шаровары. И рубашка-вышеванка. У геометрические одно и солярные знаки. В репертуаре банского тачевых хора не только глупые песни, но и духовные. Этот костюм называется Покрова Богородицы. И разрабатывался он специально для этого великого церковного праздника. И также это совпадает с днем рождения коллектива. Синий цвет – это цвет Богородицы. Серебро, весь декор серебряный. Это цвет духовности, как бы. Это чисто казачье платье с элементами кавказских украшений. На Кубани любили сетки, которые одевались сверху. Пояса кавказские, плетеные изделия, ручной работы. Также представлен головной блок, платок фейшонка. Его не завязывали, его носили сверху и сбрасывали на плечи. Много оборок. Количество оборок на казачьем платье указывало на достаток. Оборки подбиты тоже серебром. Сам силуэт очень строгий, стройный, с красивой спинкой, как у любого казачьего платья. Рядом находится мужская форма тирского казачества. Тирские казаки предпочитали синий цвет. Внутренняя рубашка казачья – кавказская красного цвета. Аксельбанк и все украшения под серебро. Также пояс с набором черкесский. Тут очень сдержанная цветовая гамма. Костюм очень достойный, красивый. И серый кубанк из натуральной овчины. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ